Здравствуйте! С вами Марина Рыкалина и порция практических советов. Присоединяйтесь! Давайте программу начнем с ухода за рассадой. Посмотрим, как она на сегодняшний день выглядит и какие условия ей нужно создать, чтобы в будущем получить богатый, а главное, экологически чистый урожай. Это рассада сельдерея. Я выращиваю корневой албин, потому что у него корнеплоды 600 грамм. И также выращиваю черешковый малахит, потому что каждый экземпляр весит более 1 килограмма. На следующей неделе вместе с вами займемся пикировкой сельдерея по отдельным стаканчикам. А это рассада лука порея. Я выращиваю сорт Веста, по той причине, что он ранний и одновременно крупный, 350 грамм. Лук порей дал отличные всходы. На всякий случай всегда сею больше семян. Но сейчас нужно прорядить, чтобы между растениями остался 1 сантиметр. Лук порей выращивается без пикировки. Если перо ложится на землю, то его можно подрезать наполовину. Перцы и баклажаны я предпочитаю сеять в торфяные таблетки. Всходы у меня еще только-только появляются. Если вы живете в северном регионе или хотите получить урожай гораздо быстрее, то вам лучше выбрать суперодние гибриды. Например, Весту или Регор. И несмотря на то, что плоды не крупные, тем не менее стенка толщиной 8 миллиметров. Также я сею очень крупные гибриды. Это Граспел и Левадия. Мои любимые. И всходы петунии у меня только-только появляются. Не надо сеять слишком рано. И себя намучаете, и рассаду. Даже сейчас это сделать совсем не поздно. Ведь итальянские гибриды зацветают уже обильно через 2 месяца. У меня огромная коллекция различных петуний, но все они итальянской селекции. И объединяет их тот факт, что они очень устойчивые. Они растут при температуре от минус 5 до плюс 40 градусов. Рассаду этих петуний прищипывать не нужно. Она формируется самостоятельно. Я не жду начала нового дачного сезона, потому что всю зиму собираю классный урожай на собственном подоконнике. Объем горшка, в котором растет томат, 10 литров. И скажу вам совершенно точно, что вырастить томат на собственном окне совсем не сложно. Очень важно выбрать качественный гибрид и хороший фитосветильник. Гибрид называется Софа. Это новинка прошлого сезона. И именно этот гибрид в этом сезоне я снова выбираю для того, чтобы получить самый ранний урожай в теплице и на своих грядках. Урожай в сезон с томата Софа будет далеко не такой, как на подоконнике. С одного куста вы сможете собрать 4-5 килограммов свежих, ароматных и вкусных плодов. В новом сезоне я буду выращивать коллекцию овощных и цветочных культур от агрофирмы «Партнер». Давайте снимем урожай. На стеллаже у меня растут томаты «Оранжевый земледелец». Супер они и очень вкусные. Согласитесь, очень сочная картинка, если учесть, что на календаре у нас только март месяц. Агрофирма «Семена Партнер». Ознакомиться с полным каталогом семян и выбрать сопутствующие товары для дачников вы можете на сайте семенадефиспартнер.ру Урожай томата Софа, который я только сейчас собрала, был получен на натуральной безнитратной добавке для овощей, которая изготовлена по методу неонитопоники. Уникальность этой добавки в том, что, положив ее в грунт при посадке, можно после посадки, можно в течение нескольких лет больше растений не подкармливать. Дело в том, что из этой добавки растения получают питание по запросу. Корень выделяет метаболит и в ответ получает нужный элемент питания. Питание действует в почве несколько лет, но томат растет всего лишь 3-4 месяца. Землю, которая осталась после выращивания томатов, я ни в коем случае не выбрасываю. Я ее обеззараживаю и увожу весной на дачу. В кашпо с этой почвой я выращиваю питание, поэтому у меня ничего не пропадает. Этот перчик называется фьюджи. Растение этого перца будет обычной высоты, но вот перчики будут миниатюрные. И на кустике их будет просто бесчисленное количество. Перец фьюджи просто идеален для того, чтобы получить урожай на подоконнике, на лоджии, балконе. И также он будет прекрасно украшать ваши беседки, патио. И в теплице можно с него снять самый первый урожай. У меня есть теплица с обогревом, поэтому я и сделала такой ранний посев. Напомню, что все остальные перцы у меня только-только всходят. Но мне нужно буквально 3 кустика. Я их посажу в 10-литровое кашпо и отвезу в теплицу. Надеюсь, что на тот момент, когда у нас будет первый урожай редиса и зелени, мы сможем добавлять в салат уже перцы и томаты. Мне не нужно выращивать слишком много рассады в ранние сроки. Мне нужно буквально несколько растений, чтобы получить первый урожай. Грунт я буду брать за основу биоорганический. Здесь нет ни грамма минеральных удобрений. Зато есть 5 различных видов бактерий и грибов. В качестве разрыхляющего компонента я буду добавлять перлит. Он сильно пылит. Дышать вредно этим, поэтому заранее налейте в пакет воды. Перлита должно быть в грунте не более 10% от общего объема. Ионидного субстрата я добавляю 2 столовые ложки на каждый литр почвы. Первая пикировка будет в горшочке объемом 400 мл с выдвижным дном. Прекрасная корневая система. Старайся ее сильно не нарушать. Пересаживаю с комом. Пересадка закончена. Я надеюсь, что опытные дачники понимают, а начинающим я все-таки скажу, что после пересадки ни в коем случае рассаду не выставляем на прямые лучи солнца. И даже под агролампу первый день ставить не нужно. При дальнейшей пересадке перца в больший объем я снова добавлю 1-2 столовые ложки питательной добавки на 1 литр грунта. Добавить ее можно в любой момент, она не обжигает корни. Чтобы обеспечить свое растение качественным и бесперебойным питанием, я использую цион для овощей. Каждый год дачники сталкиваются с одинаковыми проблемами, когда выращивают рассаду. Первое – это молодые всходы ложатся от черной ножки. И второе – это появление плесени на поверхности грунта или таблеток. Чтобы этого не происходило, обратите внимание на качество вашего грунта. Он ни в коем случае не должен быть слишком кислый. И не забывайте добавлять в него разрыхляющие компоненты. То есть улучшайте состав грунта, который вы приобретаете в магазине. Независимо от того, купили вы грунт, либо сами составили, в обязательном порядке его нужно обеззараживать. И использовать для этого нужно биологические фунгициды. Посмотрите, состав триходерм отлично справляется с этой задачей. Прежде чем ставить свои посевы на подоконник, положите туда термометр. Если там температура 18 градусов, это недостаточно для того, чтобы у вас появились качественные всходы и ваша рассада не страдала. Если ваша рассада стоит в парнике, то обязательно сделайте в крышке дырочки для воздухообмена. И как можно чаще парник проветривайте. Если ваши таблетки торфяные молниеносно пересыхают, и вы никак не можете настроиться, чтобы нормировать полив, то на дно контейнера насыпьте слой вермикулита, приблизительно 1 см, увлажните его и затем поставьте таблетки. Вермикулит сможет впитывать лишнюю влагу при поливе. И напротив, когда ее будет не хватать, растения, таблетки, то есть грунт смогут эту влагу впитать. Использовать биологические фунгициды нужно регулярно. Регулярно это значит каждые 7-10 дней. Причем нужно чередовать различные препараты. Бывают случаи, когда нужно срочно реанимировать растения. Например, покрылась почва плесенью или некоторые растения упали. Вот посмотрите на мою рассаду земляники, одно растение упало. Есть микробиологические препараты, которые в короткие сроки смогут справиться с этой проблемой. В этом пузыречке одновременно находятся бактерии Bacillus subtilis и несколько видов грибов триходерма. Этот препарат был разработан для профессионалов. Чтобы приготовить рабочий раствор, на 2 литра воды нужно взять 20-30 мл этого концентрата. Микробиологические препараты должны храниться в холодильнике. Перед применением бутылочки нужно встряхивать. Рабочий раствор готов. И теперь буквально по пол чайной ложки я буду вносить в каждую таблетку. Не хочу, чтобы мои петунии попадали от черной ножки или почва покрылась плесенью. Из малиники тоже достается рабочий раствор. Для реанимации используйте профессиональный микробиологический препарат Mika Help. Биокомплекс БТУ Экодачник. Препарат Mika Help от Organic Line под маркой Экодачник. Спрашивайте в магазинах вашего города. У меня дома растут разные сорта лимонов, кумкват и каламандин. Но каламандин я считаю самым неприхотливым цитрусовым растением. Каламандин очень плохо черенкуется, поэтому я все-таки рекомендую вам приобрести готовое привитое растение. И лучше, если оно будет привито на высокий штамп. Так ваше деревце будет иметь более привлекательный вид. Каламандин настолько неприхотлив, что одновременно на дереве могут быть плоды, которые полностью созрели. Плоды, которые только-только начинают окрашиваться. И совсем молодые завязи. При этом растение может еще и цвести. Это растение у меня уже довольно давно. И одновременно на нем может созревать 2, а то и 3 килограмма плодов. Я вам его покручу, посмотрите. Формируя каламандин довольно просто. Когда мы соберем плоды с веточек, то молодой прирост я наполовину укорачиваю. Я пересаживала этот каламандин в прошлом году. В этом сезоне я тревожить дерево не хочу. Но при таком количестве урожая, конечно же, растению нужно дополнительное питание. А еще по растению видно, что оно страдает хлорозом. По какой причине, я не знаю. Некоторые листочки вообще светлые. Возможно, ему не хватает железа, либо магния. Но, возможно, на фоне перегруженности урожая идет еще нехватка азота. В верхний слой почвы я насыплю биогумус. Если вы, кстати, не хотите пересаживать цитрусовые растения, то можно вообще верхний слой почвы снять и насыпать новый питательный грунт. А еще я внесу буквально одну горсть костной муки. Костная мука обезжиренная. Здесь есть азот и большое количество фосфора. Ну, фосфор меня мало интересует. Я думаю, что у моего каламандина и так хорошая корневая система. Меня больше интересует входящий в состав азот из костной муки. И он усваивается очень быстро. А еще здесь есть железо. Костную муку я вам очень рекомендую приобрести к началу нового дачного сезона. Добавляйте ее в лунки, когда высаживаете рассаду. Этот продукт способствует наращиванию мощной корневой системы. В магазине много минеральных удобрений для цитрусовых, но я их не использую. Мы плоды употребляем в пище. И я хочу видеть у себя на столе экологически чистый урожай. Поэтому по листу я сегодня дам каламандину вне корневую подкормку эликсира. Он на 100% натуральный. Эликсиры высококонцентрированные. И если вы их используете для подкормки в домашних условиях, то дозировку, которая здесь указана в инструкции, попробуйте снижать в 2-3 раза. Каламандин нужно хорошо пролить после внесения удобрений. Но я это сделаю, когда поставлю его на законное место. А сейчас я вам хочу показать в разрезе, что же из себя представляют эти плоды. Каламандин кислый, как лимон, но очень сочный и ароматный. Гораздо ароматнее, чем лимоны, которые вы приобретаете в магазине. Но самое главное, что это экологически чистый продукт, который у вас всегда есть дома под рукой. В мае, когда наступает устойчивое тепло, мы все цитрусовые растения вывозим в загородный участок. Они стоят под навесом. То есть кашполь не соприкасается с землей, чтобы, не дай бог, туда не попали вредители. Все лето мы готовим ароматный чай и делаем прохладный лимонад с мятой. Сегодня для подкормки своего каламандина я использовала биогумус, костную муку и эликсир номер один для цитрусовых растений от Organic Mix. Более всего я доверяю советам, которые хорошо проверены. Поэтому, как правильно пересадить лимон, то есть какую почву для него составить, вам расскажет коллекционер. Здравствуйте, меня зовут Виктор Михайлов. Мы находимся в Ульяновске, в нашей небольшой опытной станции. Здесь представлена небольшая коллекция цитрусовых растений и немного плодовой экзотики. Это, так скажем, мизерная часть всей моей коллекции. В ней насчитывается уже, наверное, более 200 сортов самих цитрусовых и, наверное, ну, около 50-60 сортов другой плодовой экзотики. Пассифлоры, маракуйя, та же самая, потом авокадо, манго. Ну, в принципе, все, что вкусненькое и полезное, и фруктовое, можно найти на прилавке. Наверное, можно найти у меня на данном, так скажем, нашем стенде, на наших подставочках. Находятся растения, на которых мы используем, экспериментируем, так скажем, тестируем новый грунт универсальный для цитрусовых. При положительном эффекте мы получим тот грунт, который позволит нам выращивать и маленькое растение из косточки, и крупное растение, которое мы можем приобрести в магазине уже с плодами. И чтобы растение без особых стрессовых условий принялось и росло у вас на подоконнике. Если уже сейчас у вас есть цитрус и возникает большая проблема с грунтом, то я могу подсказать примерно тот состав грунта, который вы можете использовать для себя. Это обычный торф, который вы можете приобрести в магазине. Речной песок, который также продается в магазине, либо можно взять на речке, где-то на водохранилище. У кого как, где удобно. Немного можно добавить биогумуса. Его количество будет зависеть от той пропорции торфа, которую вы будете добавлять, но советую добавить его немного. Также можно добавить перлита и немного вермикулита, но лично я не стараюсь обходить вермикулит стороной, его не использовать. И могу предложить второй вариант, который будет называться более народным вариантом. Мы будем использовать обычную землю из леса, из-под сосны, из-под лиственницы. Я посоветую более брать землю из-под лиственных пород, деревьев. Добавляем мы туда перлит и немного дерновой земли, слуга, с поля, либо обычный биогумус. Перлит песок, лесная дерновая земля. Обычный грунт для растений готов. При пересадке растений важно знать несколько определенных нужных фактов, фишек, знаний, которые помогут вам вырастить растение до плодов, до цветения, и чтобы он вас постоянно радовал. Первый вариант, который вы должны знать, то, что горшок, в который вы будете пересаживать растение, должен быть совсем-совсем немного больше того, в котором рос. Для себя я ориентируюсь таким фактором, что толщина пальца, по диаметру увеличивается горшок, и снизу два пальца. Это тот максимум, который я могу дать растению при пересадке. Дальше хочу добавить, для цитрусовых желательно выбирать горшочек, который будет вытянутый не по диаметру, шире-шире-шире-шире, а на глубину, глубже-глубже-глубже. При пересадке растения мы будем использовать новый грунт, но не забывать про наш старый грунт, в котором у нас заложены те полезные бактерии, при которых существовало наше растение. Поэтому при пересадке мы немного берем той земли, которая была у нас с этим растением в старом горшке. Эту землю мы перекладываем к новой земле, перемешиваем всю почву, получается наш грунт для нового цитруса. Также мы его добавляем и сажаем. Самое главное, не забыть чуть-чуть расшивлить ком земли и корни снизу, чтобы корни более легче принялись в новом горшке. Для примера я могу показать вам цитрус, это помело, помело сорта Тонг Ди. Это у нас азиатская селекция. Очень интересный, очень вкусный, очень радостный цитрус, который будет вас всегда радовать. Он интересен своей формой листа, которая при молодом побеге имеет небольшую махристость, и в своем вызрешем побеге он имеет небольшую ребристость, так скажем. И вот можно посмотреть на его цветение. Что еще хочу добавить, главное вам, то что для цитрусовых, не важно, что у вас крупное растение, важно, чтобы ваш горшок был всегда маленьким и компактным. Чем больше делаете вы горшок, это не значит хорошо цитрусу. Всегда его горшок должен быть пропорционально его корневой системе. Опять-таки напоминаю, как я показывал толщину пальца, вот столько мы можем дать для цитрусова нового объема горшка. Хочу показать небольшой, так скажем, положительный эффект наших экспериментов. Были при пересадке растение имело хлороз, нехватку нужных элементов. При пересадке в наш новый экспериментальный грунт растение уже пустило новые молодые побеги, которые уже сочные, классные и радуют нас. Линейку натуральных удобрений Organic Mix спрашивайте в магазинах вашего города. Препараты Биокомплекс можно заказать в интернет-магазине bio-defis-complex.rf Продолжаем тему органических, безопасных, натуральных удобрений. В центре нашего внимания качественный биогомос. Но червь перерабатывает не только органику. Вместе с ней в его кишечник попадают водоросли, грибы, бактерии, нематода. И тем самым получается, что черви не только повышают плодородие почвы, но еще ее обеззараживают. Кроме того, червь обогащает органику собственной кишечной микрофлорой, которая содержит биологически активные вещества. А еще в процессе распада в кишечнике червя формируется молекулу гуминовых кислот. Вот оно, настоящее плодородие нашей с вами почвы. В итоге на выходе мы с вами получаем продукт, который в 10 раз богаче по составу, нежели перегной. Питание в биогомосе находится в доступной для растений форме. Именно по этой причине биогомос нужно добавлять при посадке рассады именно весной, когда еще бактерии не работают и не могут сами обеспечить растение питанием. В биогомосе нет патогенов. Он содержит полезную микрофлору. Причем эту полезную микрофлору при грамотном использовании можно многократно увеличить. Чем мы с вами сейчас и займемся. Первую подкором пуросады будем делать, когда на ней будет один, а лучше два настоящих листочка. Ранее делать не стоит. И сейчас я вам покажу, как нужно приготовить настоящий вермикомпостный чай. У меня теплая отстойная вода. На каждый литр воды я добавляю одну столовую ложку качественного биогомоса. Для того, чтобы полезная микрофлора, то есть бактерии, начали усиленно размножаться, им нужно питание. Идеальное питание для бактерий – это патока. Паток или, как ее еще называют, меласса – это побочный продукт сахарного производства, абсолютно натуральный. Мне добавить на 3 литра воды нужно буквально патоке на кончике чайной ложки. Еще одно условие, при котором полезная микрофлора будет просто увеличиваться в геометрической прогрессии – это наличие кислорода. Поэтому на дно я опускаю компрессор. Компрессор должен работать постоянно в течение 24 часов. Больше настаивать биогомос ни в коем случае нельзя. Дело в том, что микрофлора полезная сильно размножается. Ее будет слишком много и попросту бактерии погибнут в своих испражнениях. Но если такое произошло, и вы по какой-то причине передержали этот настой, надо знать, что он не потеряет свои питательные ценности. Просто там не будет такого количества полезных бактерий, как бы нам с вами хотелось. Через сутки вы получите питательный и полезный коктейль для своих растений чайного цвета. Причем он высококонцентрированный, и вы вполне можете его разбавлять. Например, вот этот кувшин можно вылить в 5 литров отстойной воды. Подкормку можно давать растениям под корень, но еще более полезно и более экономично давать это питание по листу. И делать это нужно, когда вы выключаете лампы или когда сродится солнце. Я за органическое земледелие, но это не означает, что я не использую минеральные удобрения. Правило у меня одно. Я не допускаю, чтобы минеральные удобрения попадали в почву на моем загородном участке. Но я нисколько не противница того, что вы будете выращивать рассаду на минеральном питании. И уж тем более, если есть классные минеральные удобрения, почему бы им не воспользоваться и не вырастить классную рассаду декоративных культур. Но тем не менее, минеральные удобрения, они же тоже бывают разные. И перед тем, как сделать покупку, пожалуйста, внимательно изучайте состав. Например, у меня в руках бутылочка не просто с минеральным удобрением, а органоминеральным. В состав этого удобрения входят гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты – это основа плодородия почвы. Гуминовые кислоты хорошо работают именно в почве. Они держат питание, не дают ему уходить в нижний слай. Также в состав удобрения входят фульвовые кислоты. Их можно назвать природными хилаторами. Если есть фульвовые кислоты, то питание будет усваиваться в более полном объеме. Следующий компонент – янтарная кислота. Она не является каким-то важным элементом питания. Янтарная кислота просто способствует тому, чтобы питание, которое есть в почве, могло усвоиться в большем объеме. Также здесь есть основные элементы питания – азот, фосфор, калий и целый набор всех необходимых микроэлементов. Первое правило, которое нужно соблюдать при подкормке минеральными удобрениями. Сначала мы делаем полив теплой отстойной водой. Это удобрение удобно тем, что у него есть насадка-распылитель. Оно готово к применению, то есть ничего разводить не нужно. Удобрением нужно равномерно смочить листья. Первый раз, как я уже говорила, мы применяем удобрение, когда на рассаде появляется 1-2 настоящих листочка. Ну а дальше такие подкормки можно делать каждые 7-10 дней. Это удобрение дает не только порцию питания, это еще и хороший антистресс. Соответственно, растениям будут легче переносить неблагоприятные факторы окружающей среды. И также это удобрение способствует лучшей адаптации после пересадки. Удобрение предназначено именно для рассадного периода. Кормить можно как декоративные, так и овощные культуры. Для подкормки я использовала биотоник от Биомастер. Органоминеральное удобрение Биотоник. Спрашивайте в магазинах вашего города. Рассаду этих пеларгоний я вырастила из семян. В этом сезоне у нас появились интересные карликовые гибриды. Высота этого растения будет всего лишь 15-20 см. Посмотрите, какое оно маленькое, компактное и уже цветет. И еще один компактный гибрид. Его высота уже 35 см. называется Light Pink. Гибриды хороши тем, что у них очень крупные и в то же время невысокие цветоносы. И обратите внимание на нарядный шоколадный оттенок листьев. Он особенно хорошо проявляется, если у вас профессиональная фитолампа. И каждый год через рассаду я выращиваю дихондру. Это очень неприхотливое растение. Если посеять ее в ранние сроки, то уже к началу сезона у вас будет настоящий серебряный водопад. Здравствуйте, уважаемые цветоводы-огородники. Меня зовут Евгений. Я агроном по декоративным растениям. Наш ассортимент насчитывает более 3000 наименований, сортов и гибридов. Это такие основные культуры, как лилии, пионы, остильба, лилейники. Более 180 сортов. Лилии мы предлагаем 500 сортов. Тюльпаны, нарциссы, флоксы, в том числе и флоксы российской селекции. Огромный ассортимент. Хотелось бы сделать акцент на таких культурах, как пионы молочно-цветковые. На самом деле это одна из всеми любимых культур. Ни один сад, наверное, не обходится без этих чудесных растений. Хотелось бы представить один из самых интересных сортов, такой как лимон шифон. Лимон шифон считается одним из самых желтых молочно-цветковых сортов. Он имеет очень крупный цветок и он призер многих выставок. Еще один интересный сорт Сара Бернард Юник с оригинальной окраской. Не могу не отметить Диана Паркс. Идеальный сорт для срезки, очень устойчив к выгоранию. Еще один интересный нежный сорт Шифон Парфе. Он имеет такие лепестки с серебристой, нежно-нежно-серебристой каймой. Не могу не отметить такую группу, как Ито Гибриды. Ито Гибриды это гибриды пиона молочно-цветкового и древовидного. Они вобрали в себя лучшие характеристики обоих родителей. Это на самом деле оригинальные сорта. Например, такие как Кора Луиза, всем известный Барцелла. Это лидер продаж желтый Ито Гибрид. Диаметр цветка до 25 сантиметров. Очень эффектный. Лолипоп всеми любимый. Любят его за такую оригинальную окраску цветка. Он меняет ее в течение сезона. Замечательный сорт Кеннери Бриллианс, Хиллари. За что же ценятся Ито Пионы? Ито Пионы ценятся, во-первых, за свои декоративные качества. Это очень морозостойкие гибриды. Они выдерживают заморозки до минус 40. Они имеют обильное цветение. На одном взрослом растении может быть до 80 цветков. И они могут свести одновременно. Представляете, какое-то поистине зрелище завораживающее. Также Ито Пионы абсолютно не нуждаются в дополнительной опоре, потому что у них очень крепкие устойчивые стебли. Также в нашем ассортименте вы найдете компактные сорта, которые подходят для выращивания в контейнере. Так называемые сорта для патио. Это и лилейники, георгины, низкорослые флоксы, лилии для патио, и, конечно же, пионы. Агрохолдинг Поиск. Широкий ассортимент декоративных и плодово-ягодных культур вы можете приобрести в крупных сетевых магазинах, а также заказать на сайте. Красивый сад – источник радостей и счастья. На этом наша программа подошла к концу. С вами с удовольствием работала Марина Рыкалина. Надеюсь, мои маленькие советы позволят вам получить богатый, а главное – экологически чистый урожай.